Прямо сейчас, прямо в эти минуты, пока вы смотрите информационный выпуск телеканала Дождь, к Земле приближается 400-метровый астероид. Учёные утверждают, что апокалипсисом это нам не грозит, но некоторые изменения всё-таки смогут произойти. Что именно может измениться, знает Евгения Воскобойникова. Женя, доброе утро, прошу тебя. Да, доброе утро, Никита. За астероидом пристально следят специалисты НАСА. Ближе всего к Земле он должен приблизиться в 23-28 по Гринвичу, ну, по Москве это будет полчетвёртого ночи. Это самое близкое расстояние, на которое астероид приближается к Земле за последние 200 лет. По расчётам учёных, за 4 дня это небесное тело обогнёт нашу планету на расстоянии примерно в 300 тысяч километров. Ну, по космическим меркам это немного, подобные сближения происходят примерно раз в 30 лет. Вероятность столкновения с Землёй всё-таки очень-очень мала, но всё же она присутствует. И если всё же это произойдёт, приведёт это к сильным цунами и землетрясениям на Земле. Ведь глыба не маленькая, весит она примерно 55 миллионов тонн, состоит из углерода и кремния, ну, то есть, по сути дела, она из песка. Но, несмотря на нарушительные размеры, астероид всё-таки нельзя будет увидеть невооружённым глазом. А вот астрономам всё-таки подход этого астероида даёт уникальную возможность изучить его в деталях и по форме вычислить, как дальше он планирует передвигаться. За основу своих расчётов учёные взяли пример падения, который был 65 миллионов лет назад. Я оставил от себя огромный такой кратер Чиксулуп, который до сих пор находится в Мексике. В момент удара небесного тела о Землю произошёл взрыв, который можно сравнить с двумя миллионами водородных бомб. Цунами и землетрясений хватило для того, чтобы уничтожить динозавров, но всё-таки взрыв смягчился из-за земного рельефа. Но крупные астероиды падают на Землю в среднем один раз в 100 тысяч лет. И сейчас учёные НАСА говорят, что Земле угрожает примерно 981 космический объект. Никита. Спасибо большое. Это была Евгения Воскобойникова с рассказом об астероиде, который хоть и будет максимально близко к Земле, скорее всего, нам не повредит.